Что вы в последний раз делали? А то перерыв был тут небольшой. Мои обещания рассказали, что такое Клипус. Этими занимались? Я раздавал обещания, да? Да. Лучше скажите мне, с чего начинается греческая трагедия. Противостояние героя о судьбе. Это общий смысл греческой трагедии. А сюжет на чего начинается? С того, что герой не узнает судьбу. Как открывает книгу судьб, да? Угу. А почему с этого места начинается греческая трагедия? Ну, потому что, возможно, если бы он не узнал свою судьбу, то этого бы всего и не случилось. Плохого, что написано было в книге судьбы. В момент, когда герой раскрывает книгу судьб, ну, буквально он так и делает, конечно. Он приходит в храм. В храме беснуется полусумасшедшая женщина. А вокруг сидят мудрецы, мужчины, и трактуют ее несвязанные вопли. То есть ситуация судьбы такова. Женщина, которая, ну, почти безумна, имеет прямую связь с богами. А мудрецы, которые полны мудрости и разума, они прямую связь с богами не имеют, только через эту вот полусумасшедшую женщину. Вот на этом стыке разума и безумия рождается судьба. Узнает свою судьбу. Поэтому судьба и предстает таким образом, как у Пушкина, примешь ты смерть от коня своего. Или эту речку перейдет человек в одной сандалии, не борись с судьбой, отдай ему власть. Сама ситуация такова, что судьба не просто вот раскрывается, она символически раскрывается. Раскрывается, пол раскрывается. Через знаки. И поэтому герой оказывается в ситуации, когда ему как бы открыта судьба, но очень многое при этом остается скрытым для него. И на этом он только в самом конце. А что в конце происходит в трагедии? Смершается то, что он прочитал вначале, и в конце еще написано, что он прочитает эту книгу, и поэтому все будет это случиться. Да, его познание судьбы. И приведет к этому исполнению. К исполнению самой судьбы. Если бы не открыл книгу, не узнал судьбу, то действительно ничего бы не случилось. Эдип бежит от родителей, узнав свою судьбу, что он убьет отца и женится на матери, он бежит от родителей, и тем самым приходит к настоящим родителям, которых не знал, и все совершается. Он убивает отца, женится на собственной матери, и его дочери становятся его сестрами. Каков философский смысл греческой трагедии таким образом? Может, не говорили, что это не очень философский смысл? Философский смысл не должна скатываться до таких банальностей. Скорее, ну, смысл можно по-разному подойти к смыслам. Скорее... Насмешка над человеком, который пытается овладеть судьбой. Восстать на судьбу. Небо, как бы говорить человеку, твоя попытка бунта входит в саму судьбу. Понятно, да? Вот эта вот ситуация, она на самом деле трагична. Твоя попытка бунта против судьбы входит в судьбу. Твоя попытка бунта входит в судьбу. А с точки зрения сущности и существования греческие боги что из себя представляют? Многобожие, что из себя представляют с точки зрения сущности и существования? Сущность – это что? Существование – это существование. Русалка это что? Один вопрос. Другой вопрос. Существует ли русалка? Если существует, то в каком смысле? Я напоминаю это различие, или кто не слышал прошлую лекцию? По сути зрения сущности и существования. Греческие боги, что представляют собой? Каждый свой абсолют. Сущность они обладают. Безусловно. Имя есть. Кстати, богиня Охота Артемида. Я так и вспомню. Потеряли, да. Да, посмотрели? Имя есть. Артемида Охота, Афродита Любовь, Зевс Власть. Имя и сущность есть, а есть и существование. Я говорил в прошлый раз, что как раз существования нет, потому что существование было бы единым смыслом всего происходящего. А каждый бог абсолютен в своем значении и равнодушен ко всем остальным богам. Я говорил, что греческая трагедия – это трагедия небытия. То есть смыслы отдельные есть, а в целое это не складывается. А бытие по своему смыслу – это как раз единство. Это то общее, что могло бы соединить богов и дать судьбе смысл. Потому что мы говорили в прошлый раз, в курсе не все были, мы говорили в прошлый раз, что греческая судьба какая? – Бессмысленно? – Слепая, бессмысленно. То, что выпадает в герою, почему он, собственно, восстает на судьбу? Потому что он не видит смысла в том, что он родился, чтобы убить отца и жениться на матери. Это абсурд. Если дети будут рождаться, чтобы убивать родителей, но тем не менее, если это выпало, то это хорошо означает, что судьба слепая. То же самое Читану Хроносу выпало, что один из его сыновей оскопит его и бросит в бездну, в хаос. Хронос поднялся над судьбой, он стал пожирать своих детей, что бы это ни случилось. Кстати говоря, превосходный образ, потому что Хронос – это время. А время – это то, что создает и само же уничтожает. Время – именно то, что создает, чтобы уничтожить. Когда Хронос пожирает детей, то он действительно осуществляет свой смысл времени. Но Хроносу ничто не помогает тоже. Рождается его сын Зевс, его жена прячется с сына, одного единственного спасает от гнева Хроноса, и Зевс исполняет предназначение. Возросший он оскопляет Хроноса и сбрасывает его в хаос. «И боги, и люди подвластны судьбе, которая слепа». Не только люди, но и боги. Поэтому еще мы говорим, что греческие боги решены бытия. Поскольку они равны и равнодушны друг другу, они вместе оказываются тоже в некотором подплачью слепой судьбы, которая сродни хаосу. Боги выходят из хаоса, чтобы противопоставить хаосу смысл. Смысл любви, смысл охоты, смысл власти, смысл войны, смысл семьи. Но в подвластности судьбе они возвращаются по существу в хаос. Потому что нет единого смысла, который бы одушевлял жизнь самих богов, а значит и людей. Поэтому можно сказать, что смысл греческой трагедии, греческая трагедия – трагедия небытия, отсутствие единящего смысла. Мы говорим, что язычество – предпосылка философии. В частности, греческое язычество – предпосылка греческой философии. Именно потому, что греки… И мы говорим, что философия – это… Что является примером философии? Бытие. Совершенно верно, да. В каком смысле, следовательно, греческое язычество – предпосылка философии? Греческое язычество осознает отсутствие бытия как несчастье, как беду. Если греческое язычество не имело трагедии своей, просто греки бы веселились среди богов, радовались жизни, были бы счастливы, то, пожалуй, что нельзя было говорить о предпосылках философии. Надо было сказать, что до философии никто обойти и думать не думал. Все были счастливы до тех пор, пока не появилась философия. Но вот это не так. Хорошо, в прошлый раз мы чуть-чуть приступили к философии и сейчас продолжим. Греческая мифология, греческое язычество оставило в нас средство философии такой интересный взгляд на вещи, когда первоначально существует только хаос, и из хаоса возникает и хаосу противостоят боги смыслу. То есть возникает оппозиция хаоса и смысла. А что такое хаос? Как бы вы определили, что такое хаос? Какие-то рациональные силы не определяются и невозможно определение или осмысление? Ну все так. Важно понять, что хаос – это не небытие, не ничто. Хаос – это бытие, то, что он существует, но он лишил какой бы то ни было определенности. В хаосе именно нет сущностей, то есть нет что. Нет никакой определенности. Это нечто, противостоящее нам, но нами не схватываемое. Как вы видно заметили, о чем ничего нельзя сказать и нельзя понять. Нечего понять и нечего сказать. Вот что такое хаос. Оно, тем не менее, перед нами. Ну, можно привести метафору хаоса. Только метафору, разумеется. Представьте себе, что на свете, на всем свете, есть только один цвет, скажем, красный. Нет. Больше цветов нет. Только один, единственный красный цвет. Скажите, вы увидите, что он красный? Нет. Потому что у вас нет сомнений? Конечно. Мы просто ничего не увидим. Наши глаза различают цвета прежде всего. Ну, собственно, только цвета. Но если на свете один, единственный цвет, то нам, как цвет, не будет дан. Мы его не увидим. Что нужно для того, чтобы увидеть красный цвет как цвет? Другой цвет. Какой-нибудь другой цвет, да? То есть, что мы должны сделать, чтобы увидеть красный цвет? Мы должны сравнить. А самая простая форма — сравнить, а лучше даже сказать ограничить его. Если он бесконечный, то нет. Но если мы его ограничим каким-нибудь другим цветом, любым другим, не красным, мы увидим и тот цвет, и этот цвет. Самая простая форма ограничения, видимо, это прямая линия, да? Самая простая форма ограничения. Древние говорили, определить — значит ограничить. Китайский мудрец спрашивает, что делает глиняный кувшин кувшинам? Глиня или отсутствие глины? Отсутствие. Получается отсутствие. Такой ответ даёт китайский философ. Что делает дом домом? Камень или отсутствие камня? Получается. Конечно. Если бы была одна глина, мы не увидели бы даже её саму. Не то, что кувшин. Если бы был только камень перед нами, мы, китайцы, имеем в виду именно эту мысль. Если бы был только камень перед нами, мы не увидели бы ни камня, ни дома. Но делайте выемки из камня для окон, для дверей. Ограничьте его сверху и снизу чем-нибудь. Водой, воздухом, чем хотите. И вы получите дом. Так что кувшин делает кувшином отсутствие глины, а не сама глина. Лаузы рассуждает несколько метафорично, но по существу он задает имена об этом. Итак, чтобы познать хаос, необходимо внести в него форму. Есть ещё одно очень важное и трудное обстоятельство. В хаосе есть всё. Хаос не просто есть, но в хаосе есть всё. Всякое содержание. То есть, что значит? Цвета, запахи, вкусы – всё это есть в хаосе, но оно лишено формы. В хаосе есть всё содержание абсолютно, греческий философ говорит, всё в абсолютном смешении находится. Перемешано. И поэтому не различено. Поэтому давайте делаем это важное различие качества и формы. В хаосе, можно сказать, есть все качества. Ещё раз, запахи, цвета, вкусы – всё на свете, всё есть. Но там нет формы, поэтому мы не можем это ни сказать, ни схватить, ни увидеть, ни услышать, ни воспринять. Пока нет формы. Круглая – это форма или качество? Форма. Форма. Согласны, да? Круглая – это форма. Круглая – это форма. Круглая – это форма. А красный цвет – это форма или качество? Качество. Качество. Как только то, с чего сделано. Итак, со стороны хаоса мы имеем качество, все находящиеся в абсолютном смешении и решенные всяческой формой. А со стороны разума мы имеем формы, которые разум вносит в хаос. Если хаос – это лишенность формы, то кто будет внесет форму в мир? Разумеется, мы, то есть разум. Человеческий и божественный разум. Как это делается? Сначала берутся, естественно, от простого к сложному. Сначала берутся самые простые формы. А это формы пространственные. Вот наша геометрия из чего состоит. Из каких-то самых простых элементов. Прямая, ломаная, угол, непрерывная линия, дискретная линия. Это элементы, из которых можно сложить разные фигуры. Когда эти элементы есть, мы ткём пространство. Делаем пространство. То есть создаём фигуры, в которых мы живём, которые мы узнаём. Я понимаю, что этот стол квадратный. То есть сначала мы вносим пространственные формы. И делаем мир пространственно определённым. Вот та самая прямая линия, которая у нас разделяет цвета. И делает цвета видимыми. Понятно это? Что такое пространство ещё, кроме фигур? Ну-ка. Это называется рефлексия. То, чем занимается философия. Ты сам думаешь, как ты думаешь. Кроме... Ну, вся геометрия, конечно. С простого сложного. Вся геометрия даёт нам пространственный мир. Мир пространства. А ещё какие-нибудь просто слова. Не фигуры, а слова, которые выдавали бы пространство. Не геометрические фигуры, а просто слова речи, которые дают нам пространственную определённость, ориентированность пространства. Какая-то замкнутая? Замкнутая? Не обязательно. Простанкнутая может быть в сети открытым. Воздух. Площадь. Площадь – это геометрия. А воздух – это всё-таки физика. Какие слова? Представьте себе, что вы находитесь в воздухе. И никакой пространственной определённости. Вы летите. Но вот границы геометрические. Любая граница, наверное, исчерпывается геометрией. Хотя слово «граница», конечно… А с левой, можно сказать? Граница не совсем как слово, не очень подходит, потому что кроме пространства оно предполагает ещё и время. Мы говорим только о пространстве. Лево-право. Не правда ли? Ещё. Ну, уже теперь просто. Вверх-вниз. Да? Лево-право-вверх-вниз. Нам не нужны все слова. Нам нужны те смыслы, которые позволяют нам оказаться в определённом пространстве. Слева красная, слева справа белая. Вот уже определённость, которая позволяет различить цвета. Итак, чтобы хаос превратить в нечто определённое или просто в нечто, мы должны просто провести линию. Задав тем самым пространство. Вы знаете, совсем маленький ребёнок, он сначала ничего не видит. У него блуждающий взгляд, глаза открытые. Но он ничего не видит. Наверное, это как раз состояние, когда человек ничего не видит. Он видит, но ничего определённого он не видит. Взгляд не сосредоточивается. Он блуждает. Совсем младенчик. Что мы делаем, чтобы помочь ему? Он и сам справится. Что мы делаем, чтобы помочь ему? Мы перед ним ставим бумажку, которая на две части разбита, на белую и чёрную. Ровной прямой линией. Рис бумаги, которая ровно пополам разбита, на белую и чёрную. И происходит удивительная вещь. Это всегда волнительно смотреть, как ребёнок впервые в жизни сосредоточивает взгляд. Например, низ чёрный, а в белую он либо на низ, либо на верх сосредоточивает взгляд. Впервые исчезает это абсолютное блуждание взгляда. И ребёнок впервые сосредоточивает взгляд на чём-то. Он теперь же видит что-то. Ну, ребёнок просто видит. Он родился не слепым, слава Богу. Но он впервые что-то видит. Мы помогли. Что помогло? Помогла именно вот эта вот линия, которая позволила ему срезоточить взгляд. Выйти из хаоса, в котором его глаза пребывали, и чему-то определённому. Канн говорит, что мы знаем только ту геометрию, которую знаем, в которой живём. Но у нас есть ощущение, интуиция, что, возможно, другая геометрия. Мы не знаем, какая. Мы ничего о ней не знаем. Мы знаем только свою геометрию. С углами, с прямыми линиями, с перерывными дискретными линиями. Мы знаем только эту геометрию. Но у нас есть убеждение, если хотите. Есть глубокое убеждение, что, возможно, какая-то совершенно нам неведомая, но иная геометрия. Согласны мы с большим сказанием? Пожалуй, да. Есть это. Ещё раз повторю. Мы ничего не знаем о другой геометрии. Знаем только свою. Но есть убеждение, что... Откуда это убеждение? От понимания того, что это мы внесли в мир, в хаос, именно эту форму. А можно было бы внести другую. Кроме пространства, как ещё мы можем... Какую определённость внести? В хаос, определённость времени, да? Смысл хроноса. Время. Какими смыслами, словами, задаётся время? Прослое, будущее. До, после, прошлое, будущее. Ещё какие-то есть слова? Поищите какие-то слова, которые позволяют нам понимать, что мы живём во времени. Изменения. 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 Слово изменения очень подходит. Изменения, собственно, есть то, через что мы познаём время. Если бы я оставался вечно молодым, то времени бы не было. И потому, что я не остаюсь вечно молодым, а меняюсь, взрослею, старею, рождаю, ещё умираю, и я узнаю, что есть время. Хорошо. Движения, изменения, до, после, прошлое, настоящее, будущее, все эти смыслы задают время. Если бы не было смыслов, не было бы и времени. Если бы не было пространственных форм, и не было бы смысла задающих время, а мы остались бы в хаосе, в том самом хаосе, который нам предстоит. Итак, давайте ещё раз. Есть хаос, в котором перемешаны, в абсолютном смешении находятся все качества, всё содержание. И есть смыслы, которые по существу являются формами. Круг, квадрат, треугольник, до, после, лево, право, вверх, вниз, прошлое, настоящее, будущее. То, что позволяет превратить хаос в мир, превратить хаос в мир, узнаваемый и называемый мир. И, и тут более сложная форма. Вот Какой треугольник длиннее? Ниже. Да? Здорово. А скажите, ну, длиннее больше, длиннее, 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 короче. Если убрать смысл больше-меньше, вот теперь есть золотой смысл больше-меньше. Убрали? Посмотрите, посмотрите теперь, что вы видите. Одинаково. Одинаково. Ну, наверное, одинаково. Одинаково. Что они разные. Если у вас в голове нет смысла больше-меньше, ваши глаза не помогут вам. Вы видите только то, что можете понять. А именно, увидите, что это два разных отрезка. В чем их различие? У моих. Пока не знаю. Пока не знаю. Мои глаза мне не подсказывают. Почутаю эту разницу. Мы не глазами видим, что больше-меньше. А мы сначала имеем смысл больше-меньше, а потом и вследствие этого видим, что один больше, другой меньше. Уберите смысл, и вы увидите своими замечательными глазками, что они просто разные. А уберите смысл разное. Просто два отрезка. Да, там же где-то рядом хаос. Если совсем убрать, даже разное, это и иное, то все перестанет непонятно. Действительно, надо просто... Где-то рядом хаос. Маленьким детям, с детьми проводят такие эксперименты психологии. Издеваются над детьми. Ребенку дают два... Две фигуры. Показывают две фигуры. Спрашивают, какая... Это реальный эксперимент. Вот насчет этого... Нужно быть очень маленький ребенок, и он еще не очень хорошо говорит, поэтому... Здесь такой чистый эксперимент трудно поставить. А постарше ребенок, он все ярко говорит, и... Шерна понимает, что говорить. Бойко весело говорит. Какой... Какая фигура больше? Пребенок говорит, это... Почему? Ну, потому что это низенькая, а это высокая. Длинная. Его отвлекают в игру, возвращают. Какая фигура больше? Это. Почему? Ну, потому что это короткая, а это длинная какая. Что происходит? В прикладке есть понятие больше-меньше. Поэтому у него действительно это низкая, это высокая. Это короткая, длинная. Но у него еще нет понятия площади. Он просто не видит, что они одинаковые. Он видит только то, что понимает. Понятие площади у него еще не сформировалось. Мы с вами легко видим, и нам кажется, что мы видим глазами это. Что две фигуры одинаковые. Но у ребёнка глаза не хуже наших. Он не видит, что они одинаковые. Он видит только то, что понимает. То есть больше-меньше, меньше-меньше. Площади двухмерное измерение мира ему еще не дано. Вот так мы сначала вырвали из хаоса два отрезка, да? Слава Богу. Появилось понятие нечто и иное. Мы понимаем, что два разных отрезка и видим то, что понимаем. Два разных отрезка. Появилось понятие длины. Мы понимаем, наш мир богаче стал. Мы понимаем, чем именно, в чем заключается это различие. Один больше, другой меньше. Мы идем дальше, мы понимаем, у нас появляется число. Ведь пока больше-меньше числа нет. Пока больше-меньше числа нет. У нас уже потом появляется куда более сложный смысл, смысл числа. И мы говорим, что он вдвое больше. В полтора раза больше, вдвое больше. Это только тогда, когда появляется понятие числа. Раньше мы опять, и мы видим, что он вдвое больше. Когда появляется понятие числа, мы видим, что нижний отрезок вдвое нарисовал бы так. Если правильно нарисовал, мы бы видели, что отрезок вдвое больше. Мы сделали три-четыре шага, и все время наши глаза видят все лучше и лучше. Сначала наши глаза видели только различие, потом величину, потом число. То есть наши глаза целиком зависят от нашего ума. Ребенок потом познали площадь и поняли, и увидели, что эти две фигуры одинаковые. И так мы движемся от простого смысла к сложному, и мир перед нашими глазами перестает быть хаотичным. А больше и меньше – это форма или качество? Я сложно с вами работаю. Больше и меньше может быть чего угодно. Денег, счастье, веса, цвета, звука. Может быть больше и меньше, правда же? Следовательно, больше и меньше – это что? Форма. Форма. Или смысл. Или смысл. Когда мы говорим больше и меньше, мы не представляем себе именно деньги, или именно вес, или звук, или цвет. Мы просто понимаем, что есть оппозиция больше – меньше. Имея эту оппозицию больше – меньше, мы можем ее применить к чему угодно, к любому качеству. Свету за руку. Когда есть смысл больше и меньше. К отрезкам можем применить. Больше – меньше – смысл длиннее, короче. Цвет, звук, деньги и даже счастье – это качество. А больше – меньше – это смысл. Или на философском языке называется форма. Ну, потому что всякий смысл оформляет мир, превращает хаос в мир. А два? Форма. Форма. Докажите. Ну, потому что может быть чего угодно, но… Получается, что смысл… Совершенно верно. Два может быть чего угодно. Два яблока, два человека, два поросенка, два облака. Опять же, два счастья. У меня даже не одно счастье, а целых два счастья. Вот так у меня дело обстоит. Поэтому число – это смысл. Или форма. Мы же опять на самом оформляеме, да? Я не просто вижу это и то, я вижу, что это два. Для этого нужен смысл. Как возникает число? Как в нашем сознании возникает число? Как ребенку учить считать? Сначала его счет абсолютно предметен. Два кружочка, две палочки, да? Ребенку говорят – вот палочка, вот палочка, две палочки. Один кружочек, другой кружочек, два кружочка. Но в какой-то момент ребенок берет себе наши палочки и кружочки. Вы сидите на нафиг со своими палочками и кружочками. И так понимаю, что один и один будет два. То есть что происходит? Его мысль отрывается от предмета. Мы подходим к эрисам, как вы понимаете, да? Мысль отрывается от предмета. Ребенок уже ему не нужно представить. Раньше как было? Без яблока ему не представить. Без двух яблок ему не понять, что такое два. Это предметность числа или предметный счет. Одно яблоко, два яблока, три яблока. Вроде ребенок считает, а не вроде бы, а точно считает. Вот для него два – это два яблока, а три – это три яблока. Ну, дальше уже идет чистый счет. А дальше идет чистый счет. Когда ребенок уже… Что у него ваши яблоки, да? Ребенок пока связан с предметом, и даже нет яблок, он должен все равно зажмурить, что-то представить себе. Значит, два этого – два яблока. Два яблока, ага. Какой момент он не испытывает такого желания вовсе? Вы говорите два-три. Ну и что, вы зажмурить, что-то представить себе яблоки? И слава Богу. В нашем сознании число приобретает чистый смысл. Мы говорим два и понимаем, что и отрезок может быть вдвое больше, и кто-то может быть вдвое тяжелее, и яблок может быть больше вдвое, и денег больше вдвое, и счастье больше вдвое. Потому что это смысл, который мы можем приложить к чему угодно, к любому качеству. Мы с помощью линий из хаоса вынули два цвета. Скажем, красный и зеленый. И больше мы пока ничего не знаем, просто два цвета. Но если у нас появилось понятие «больше» и «меньше», то мы можем различить интенсивность цветов, яркость цветов. Пока нет понятия «больше» и «меньше», вы не увидите этого всего. Глаз способен видеть, но без смысла он не увидит. Как без линии вы не увидите вообще цветов, так без «больше» и «меньше» вы не увидите, что один темнее, а другой светлее. Обязательно. Это будет просто два разных цвета, как у вас было, просто два разных отрезка. Человек – это единство души и тела. Человек – это единство души и тела. И это, кстати, хорошо видно из тех примеров, которые я привел. Поняв что-то, например, поняв «больше» и «меньше», я начинаю видеть, что один отрезок больше другого. Это проходит одновременно. Логически я должен сначала понять, а потом увидеть. Но по времени это одновременно. Я понял и увидел. У меня появился смысл «больше» и «меньше», я увидел то, чего не видел раньше. Что отрезки не просто разные. Один больше, другой меньше. У меня появилось понятие числа, и я увидел, что один вдвое больше другого. Теперь мне это бросается в глаза. У меня возникает ощущение, твердое ощущение, что просто мир такой. А это не так. Если ты меньше знаешь, для тебя мир совсем не такой. Если по всему свету, на всем свете белом, звучит один-единственный звук, мы услышим его? Нет. Не будем его воспринимать, потому что постоянно слышу, мы привыкли. У меня отсутствие этого звука. Чтобы его определить. Интересно, звук ограничивается. Я действительно не перетворяюсь. Я не понимаю ответа. Звук ограничивается тишиной или другим звуком? Наверное, да. Но со звуками то же самое, что со зрением, вы понимаете? То же самое. Сначала я просто знаю, что есть два звука и все. А изощренный музыкально слух различает и темп, и тембр, и высоту, и стокката-легата, фо-форму существования звука. В общем, бездну различает тренированный слух. Но для этого нужно, чтобы было понятие выше-ниже, а для этого должно быть, между прочим, смысл больше-меньше. Обязательно. Громче-тише. Вы не услышите, что один звук громче другого, если у вас нет смысла больше-меньше. У вас появился смысл больше-меньше, у вас отрезки стали длиннее и короче, и звук стал громче-тише. А потом выше-ниже. Хотя выше-ниже это не больше и не меньше, это другой смысл. Постепенно, пока у вас появляются все вот эти темпы-тембры, вы начинаете слышать то, чего не слышали раньше. Есть люди, которые вообще умеют слышать это в любой музыке, даже в битхое, не только вот это. Они такую музыку и слушают, собственно говоря, потому что там как-то яснее вот. Они просто больше ничего не слышим, больше ничего не нужно. Ну, здесь же морализатор, собственно, впал. Итак, греческая философия – это, конечно, сложное явление. И мы взяли самую сложную из форм греческого философствования с самого начала. Я вас бросил как щенков, который хочет купаться, плавать таким способом. Прямо в море глубокое. Можно было начать с более простых форм философствования, но мы начали с самой сложной. Она называется идеализм. Форма философствования называется идеализм – классический греческий идеализм. Он исходит из того, что перед человеком нет уже готового сложившегося мира. Перед человеком нет готового сложившегося, уже как бы имеющего вид мира. Перед человеком первоначально есть только хаос. Необычная точка зрения, правда? Да. Обычно все есть в том, что вот он мир, вот смотри. Все тут есть – и большое, и маленькое. А? Вполне логично. Даже человек все определяет, что как есть. Он присваивает название каким-либо явлением. И от этого явления становится более определенным. От этого одно явление тем же словом отличается от другого. И в том, что человек дает характеристику более точную для чего бы то ни было. То же самое с геометрией. Тоже человек придумал. В Писании сказано, что Адам дал имена всему живому и стал властвовать. Иудеям очень красиво есть представление, что властвует тот, кто дает имя. Поскольку Адам был поставлен над всеми зверями, над всем живым, вообще над всей землей, то он и есть как бы властитель. А властитель он тем способом, что он дает имена всему, что имеется. Так что точка зрения действительно очень директная. Вознившая задолго до философии. Ну, конечно, это отношение хаоса и смысла. Это язычество. В любом язычестве есть хаос. Не только в греческом. А язычество уходит корнями, мы говорили с вами, в совершенную бесконечность. Философия имеет начало. А можно спорить, когда она началась, но понятно, что она началась в то или иное время. В 7 веке, в 6 веке, в 5 веке. Как считать? Это наше эры. Но язычество, конечно, уходит в бездну. И любое язычество предполагает эту позицию. Хаоса и смысла. И философия вырастает от этой оппозиции, языческой, мифологической оппозиции хаоса и смысла. По крайней мере, идеалистическая философия. Философия классического идеализма. Итак, человеку предстоит не готовый, уже имеющий вид мир, а человеку предстоит хаос. И то, что человек вносит в хаос, это форма. Фу. Сначала пространственная, потом временная форма, потом всякие логические смыслы. Мы будем о них говорить еще. Сейчас нам надо поймать картину целиком. А форма – это ясный смысл, лишенный какого бы то ни было образа. Как смысл двоичности. Два. Два. Два и все. Смысл не имеет имени, вида. Он получает вид, когда мы его обращаем к вещам. Я все равно неизбежно, рано или поздно обращаюсь к вещам. Я смотрю, говорю два яблока. Но это не значит, что я перепутал два и два яблока. Это означало возвращение в предметный счет. То есть в раннее-раннее свое детство, в каком-то там классе меня учили считать и с палочками и кружочками. Я уже не хочу туда обратно, я не могу туда обратно. Можем уходить я. Детство кончилось. Я считаю яблоки, но не путаю счет с яблоком. Я говорил вам в прошлой речи, когда учитель на уроке геометрии чертит треугольники, говорит, возьмем треугольник, чертит треугольник, то самый последний двоечник будет ориентироваться именно на треугольник. Он прекрасно понимает, что нарисовал учитель не этот треугольник, который он показывает. Не этот. Он говорит о любом треугольнике. И все, что он скажет о треугольнике, например, в большей стороне соответствует больший угол. Это подходит к любому треугольнику, а их бесконечное количество. Они прямоугольные, равносторонние. Нарисовал-то учитель этот конкретный треугольник. Но, повторяю, любой ученик, самый последний, он может вообще ничего не понимать в геометрии. Двойка у него кол с минусом по геометрии. Но он просто как дышит, понимает, что речь идет не об этом треугольнике, который он сунул. Учитель мог нарисовать только конкретный треугольник. Не нарисуешь любой треугольник. Это рисуешь и нарисуешь именно равнобедренный, равносторонний или прямоугольный какой-нибудь треугольник. Но все присутствующие понимают, что речь идет не о нем, а о треугольнике вообще. А это всего лишь представитель. Безу прочим, из истории математики известно, что вот эта вот наглядность представления математических истин возникла очень поздно. Трудно поверить, но очень долго геометрия, далеко ушла геометрия, когда то же самое писали словами. Возьмем три перекрещивающиеся прямые, назовем его треугольником. Ну и дальше доказательство того, что, например, в большей стороне соответствует больший угол. И многое другое, что можно сказать о треугольнике. Все это писалось, но никогда не изображалось. И очень довольно поздно, исторически математика пришла наконец к тому, что Батвий, можно сказать просто, возьмем треугольник. И все все поймут. Зачем там долго писать? Итак, еще раз. Лево – это форма или качество? Форма. Согласны? Тяжелая задумчивость тяжелую в поле. А вдвое? Тоже форма. Тоже форма. А свет? Качество. Качество, конечно. А тяжесть? Форма? Ну, я по-дурацки вопрос поставил. Да, бывает тяжелое предчувствие, бывает тяжелая гиря, да? Да, в смысле форма. Ну, вообще-то это, конечно, качество, потому что что-то тяжелое. Но можно сказать и форму. Если подключить метафору, там как-то, значит, можно так и так сказать. А вот тяжелая груша – это что? Качество. Конечно, качество. А хорошо-то под песню рассказывать. Самому хочется даже что-нибудь умное запеть, разумное. А два яблока – это что? Но я, извините, я провоцирую ошибку. Ну, два же яблока. Два яблока – это единство. Качество и форма. Правда ли? Само яблоко – это же качество, правда? А два – это форма. Когда мы соединяем, получаем два яблока. Ну, а если два яблока никак не связаны между собой? С вами с маслом. Одно яблоко – это второе яблоко. Тогда их не будет два, по-моему. Если вообще не связаны. Тут одно, тут другое. Никак не получится два яблока. Итак, что такое вещь? Чего себе мы дошли, ушли далеко? Вещь – это сочетание формы и хаоса. Вещь – это сочетание формы и хаоса. Вещь – это оформленное качество. Ну, вещь – качество, все равно. Нам, потому что нам все равно. Было смешение, мы провели линию, и получилось, ну, что-то. Например, красный цвет. Рядом синий цвет. Вещь в смысле что-то. Вещь – качество, называется, как хотите. Вещь в смысле что-то, получается, когда соединяется смысл и хаос. То, что возникает из хаоса, с помощью смыслов. Вдвое больше, я увидел, вдвое больше. Мое зрение стало богаче, конкретнее. Я из хаоса вымыл еще что-то, какую-то определенность. Вещь, в смысле что-то, рождается из сочетания хаоса и формы. Давайте переведем-то на нормальный философский язык. Это нетрудно. Окончательное видение это делал Аристотель. Хаос – хорошее слово. Но оно все-таки поэтическое слово. Оно нагружено разными поэтическими метафорами, взятое мифологией. А философия – это все-таки более строгое занятие. В смысле дисциплины мысли, а, соответственно, и точность слов. Поэтому Аристотель хаос назвал словом материя. Материя. И мы до дальнейшего будем, потому что мы сейчас на философии, а не на мифологии. Хотя мы уже интереснее было бы на мифологии как раз, но мы на философии. Мы будем пользоваться уже не словом хаоса, а словом материя. Как Аристотель определяет материю? Он очень красиво определяет материю. Материя, говорит Аристотель, – это бытие возможности. Это не ничто. Это бытие. Но это бытие возможности. Мы с вами говорили, что в хаосе есть все, но не явлено. Как бы есть, но еще не прояснено. Поэтому Аристотель находит очень точное слово. Бытие – возможность. То, что может быть. А может и не быть, если… Если я останавливаюсь на каком-то уровне, я буду знать, что это просто разные отрезки. Один больше, другой меньше. И все, я застыл. Таких опытов тоже бездна. Просто взрослые люди есть. В горах всю жизнь пасет коров. Не умеет считать человека. Счастливо живет. Мудрый человек. Много жизни знает. Но считать не умеет. Числа у него нет в голове. Поэтому пасет там 13 коров. Его отвлекли, трех убрали. Он забеспокоился, пошел искать. Ты чего пошел? Меньше стало? А насколько меньше? Все равно он закончил. Он не понимает вопроса. Считать он не умеет. А больше и меньше различает. Он нашел одну, другую, третью корову. Конечно, стало та же, как и было. Это все, что он понимает. Он успокаивается и продолжает пасти своих коров совершенно спокойно. Потому что как было, так и есть. А насколько больше стало, насколько меньше стало, ну, больше, вы знаете. Поэтому материя – это бытие возможности. Которая может превратиться во что-то. А может не превратиться. Может превратиться отчасти. А смысл – это то, что всегда ясно, отчетливо и неизменяется. Число 2, оно не появляется постепенно. Это смысл, который явлен тебе, есть в тебе, и он не меняется. С помощью смысла я меняю мир. Я начинаю видеть, что вдвое больше. Но сам смысл остается ясно и неизменен. Рецепт приводит пример. Скажем, у меня есть смысл Зевса. Но он еще ничего не воплощен. Ну, какой это смысл? Это смысл мужественности, силы, могущества, гнева, власти. Все эти смыслы у меня могут быть. Хотя все эти смыслы как бы чистые. Потому что власть женщины над мужчиной не то же самое, что власть мужчины над женщиной. Но то и другая власть. Есть, что власть неба над землей, власть стихии. Когда очень сильный ветер тебя несет, как ты говоришь о власти стихии. Это не то же самое, что власть женщины над мужчиной. Это лучше. Милосерднее. У тебя есть эти смыслы, которые концентрируются в одном слове ЗЕС. И перед тобой кусок мрамора. Почти никак не оформлено. Почти хаос. Просто кусок мрамора. Дикий кусок. Твоя задача, удерживая смысл, который объединяет слово ЗЕС, придать мрамору вот этот самый вид. Вид силы, могущества. В общем, вид ЗЕСа. И ты постепенно превращаешь. Ты удерживаешь смысл ЗЕСа в голове. Не меняешься. Если ты начнешь делать ЗЕСа, а продолжишь делать козу, а потом Афродиту, то кусок останется куском. Ничего не случится. Поэтому ты удерживаешь смысл ЗЕСа и постепенно неоформленному куску мрамора придает вид ЗЕСа. То есть твоя идея, первоначально всего лишь идея, власти, какой власти, как власти, появляется могущественный ЗЕС. Она воплощается, превращая хаос камня в ясный, отчетливый, осмысленный камень. Это вот то, что происходит между нами и хаосом. Греки считали, что преодоление хаоса происходит в два шага. Сначала боги вносят в хаос порядок. А именно боги создают стихии. Сначала абсолютное смешение, потом отникает вода, воздух, огонь, земля. То есть, что делают боги? Боги создают природу. Важно понять, что творчество богов по существу совпадает с творчеством людей. Боги просто старше и могущественнее. Но действуют они так же, они в хаос вносят смысл. А нам, людям, мир предстает уже в качестве природы, вроде бы, владея этих неоформленных камней, которые мы предаем. Из леса мы делаем дома, из камня делаем статуи, направляем реки куда хотим. То есть, для нас предпосылка является уже созданными богами природы. Но этому единому разуму, что божественному, что человеческому, противостоит все-таки хаос. Поэтому великие боги имели дело с первого хаоса или с первой материей, то есть с абсолютным хаосом. А люди имеют дело уже с природой, со стихиями, с водой, воздухом, огнем и прочим. Придавая еще большую, большую, большую определенность всему этому. Как у нас отрезка? Все за сегодня, спасибо.